В Новосибирске сформировали 4 инфекционных бригады скорой помощи. Они выезжают только на вызовы, где существует угроза распространения коронавируса. Если у пациента диагноз подтвержден, его доставляют в больницу в специальной капсуле. О том, как работает скорая помощь в Новосибирске в условиях пандемии, узнал Михаил Якимов. Здесь, на подстанции скорой помощи Ленинского района, каждый день дежурят две реанимационные бригады. Именно они выезжают на вызовы о возможном заражении коронавирусом. А также создали 4 дополнительных инфекционных бригады, которые, в случае чего, готовы приехать в любой район города. Пациентов с коронавирусной инфекцией доставляют в больницу в специальной капсуле. В нашу работу единственное, что добавилось, то, что мы осуществляем перевозку больных с подтвержденными диагнозами коронавирусной инфекции в капсуле Биобек. Есть какие-то небольшие переживания, но индивидуальные средства защиты помогают обезопаситься и быть спокойнее. В капсуле больной с подтвержденным диагнозом коронавирус полностью изолирована от окружающих. Воздух поступает через специальные фильтры. А с помощью встроенных перчаток врач может производить все необходимые манипуляции. После каждого пациента капсулу дезинфицируют. Пока в Новосибирске она одна. Кроме того, врачей защищают стерильные одноразовые костюмы из плотной многослойной ткани. После использования их сдают в инфекционную больницу и утилизируют. Халат, потом полностью костюм, фарфу, очки защитные и эспиратор, которые расширены на 80. Каждый раз как-то коронавирус выезжает на вызова, например, на баэропорт, с данной капсулы, надевают вот эти вот костюмы. Сейчас бригады скорой помощи работают в обычном режиме. Вызовов больше не стало. На подстанции 391 было за вчерашние сутки. А, ну то есть не изменилось ситуация? В общем, нет. Зато, как отмечают сотрудники Ленинской подстанции, реже приходится выезжать на дорожные аварии. В последние сутки не было ни одного такого вызова. Михаил Якимов, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Для информации о жизни города подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.